здравствуйте друзья ехали мы тут и видим на углу видите домик продается такой плюга веньки в общем-то домик сами видите ну пойдем посмотрим какой-то где скажем сколько он сколько они могут попросить ну давай я думаю они просят за него тысячи миллион шестьсот пятьдесят это твоя догадка я думаю что миллион пятьсот пятьдесят пятьсот пятьдесят сейчас ты знаешь что там этого знака такое ощущение что есть бумажка мы сейчас пойдем глянем надо сказать что обычно коробка стоит и в коробке флайеры но здесь они хитрее поступили они просто прибили миллион пятьсот пятьдесят да вот тут написано миллион пятьсот пятьдесят ну видимо падают цены я шучу я шучу давай посмотрим значит и так три спальни два туалета где-то 150 там 155 квадратных метров лот пять и шесть сотки сейчас мы пойдем посмотрим но видно какой-то ремонт внутри был так судя по картинкам пойдем смотреть а где гаража нету то то есть вот там справа где машина встала сейчас вот там такая еще рано одна дверь вот тут у нас пол хороший хороший дубовый пол дом построен был пятьдесят первом году я поговорил с риэлтором победите кирпичную кладку они покрасили белым цветом вообще так есть такая манера сейчас выкладывать эту кладку по наружу выкладывать ее может быть плиточкой гранитный вот так но они в данном случае покрасили все это довольно старая вот тут сетка камень столетия не движется совсем могли бы конечно привести в порядок но вот тут такой стейджинг да значит гараж они не включили в общую площадь то есть вот эти вот 1600 сквер-футов и плюс еще гараж может быть 300 конвертированный комнату гараж конвертирован в комнату ну что коридор пошли вдоль коридора ну что большая комната тут на самом деле довольно качественно деревянные рамы это как бы признак дорогого строительства так это что шкаф такой у них прям бог им такой такое ощущение что они его сами построили просто вот какие какими такими действиями непонятно хорошо проблема пишет проблема с закрыванием двери так ну давайте выйдем на улицу еще раз я напоминаю это угловой участок так ну ну да то есть конечно вот это при галенькой как я уже сказал она так и есть при галенькой так вот тут сзади такой настил деревянный это искусственно это что-то не такой постели какую-то травку искусственную в общем довольно довольно странное все такое требует вложения денег надо сказать что так просто не не обойтись ой-ой-ой требует требует вложений давайте посмотрю вот отсюда с одной стороны там внутри и а пол вроде неплохой паркетные все но его такой низёхонький света сейчас смотрит и думает где можно чего-то достроить нечего даст там что тут уже достроили все же можно было достроить и достроили конечно плюга в очень то есть крыша идет до у крыши определенные есть скат угол на и они продолжили этот же угол свобода стекала поэтому здесь получилось очень низко тоже нет восьми футов нет а вот учился низко но вот это вот все это у них какие-то полу легальные такие достройки вот они как все шкафы они сделали как бы снаружи да да я обратил внимание откуда место там да да ну вот в общем конечно дом производит тягостное впечатление но они сказали друзья мои он мы цену понизили уже теперь миллион четыреста сорок пять а вот так да ну так понятно да ну да ну в общем конечно ребята но мы ждем а вдруг он спустится до 900 тысяч ты ждешь ну тогда просто чтобы снести уже на фиг так ладно я вот да нет он нам не нужен совершенно мы просто мимо ехали я думаю ребята интересуются недвижимостью надо заехать посмотреть никакого личного интереса у нас нет что именно ну да да это лайм или почему эти лимоны вон они желтые эти маленькие зелененькие как крыжовник как крыжовничек но даже желтые как крыжовничек а вон то а вон то дерево апельсиновое вон то если вам видно ну вот мы собственно решаем этот вопрос у себя правильно но это старая деревья тогда еще были обычные и так мы заходим мы заходим в дом возвращаемся мы были уже в этой комнате продолжаем движение тут еще у них как-то так интересно сделано ага я понял это спальня как бы да вот она спальня а вот там они достроили себе такие шкафы такой большой воппинг козы за счет того чтобы сделали как света назвала это нелегальной пристройкой к дому то есть это вот они видите вот вот это вот все это не достроили перестроили причем вы видите что здесь даже как-то неужели это кирпич был да это кирпич точно не в кирпиче прорубили это кирпичная стена была у дома вот это кирпич это просто облицовка ну хорошо но это но это вышло за стены дома ну и здесь кирпич посмотрели что же они что же они такое сделали то еще так интересная постройка еще одна спаленка так вот она типа детская детская кроватка что все стены все стены каменные да вот прям каменюки но правда кирпич это не отделка это отделка но тут у нас не стоит кирпичных домов ну я не знаю откуда это взялось так тут есть санузел давай посмотрим на санузел вот есть санузел с нежным розовым камнем вот тут вот он тут такой нежный и розовый вот мы пришли на кухню как она интересно вытянулась эта кухня смотрите как кухня у них относительно современная новая ой мама родная как интересно слушайте значит вот там комната очень интересно сейчас будем снимать вот там у них вот такая комната тут у них кухня давайте туда отойду вот тут у них вот такая кухня да очень как сказать нестандартный вот так знаете что я еще за спиной помимо стиральные сушильные машины тут одна тут другая туалет вот ну да это как бы при гараже было раньше я понял это было при гараже а вместо гаража у них вот вообще непонятно да вот он вот это был гараж совершенно верно вот машина отъезжает видите там с нами это был въезд гараж и вот они тут на одну машину был гараж вот это такое бонусное помещение которое они сказали даже не ходит в общую площадь дома ну и действительно на 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 дом это не похоже так как-то вот не поймешь чего они тут наворотили закручена друзья закручена интересно композицию of things actually this is a brick which is empty inside aha so it was built of it it was built like this is like blocks it's not okay okay ну что значит действительно построена из полых блоков и кирпичных но полных вот она то есть это редкий случай в нашей местности for how long has it been on the market риэлтор говорит что на веб-сайтах которые там оценивают значит у него цена миллион пятьсот пятьдесят но они на сто тысяч скинули и что продавец мотивирован и можно еще по торговаться и так далее но в общем довольно ты знаешь я не помню чтобы кто-то вот из кирпича тут строил да так необычно понимаешь как его переделать невозможно там еще знаешь что ты видишь там заваливается опора ты видишь кирпичная фигня она завалилась ну фундаментом то не назвать под ним под ним в общем короче там заваливается да будет здорово это фактически настос такая штучка и сам вам что это не вот все говорят чего там у нас калифорнии вот строят такие дома на дело в том что вот эти деревянные дома их чинить намного легче а этот может их сломать чем кирпичный а тут есть потенциал для расстроить его или скажем так по площади и мне кажется я тебе скажу что у меня довольно еще большие сюда эти ярды и практически 5-6 лот это маленький хорошо если его совсем снести какой площади дом можно было бы реально подружить 5-6 считай 044 от 5 и 6 ну то есть 2 там 2 4 до 400 2 500 вместе с гаражом гаража вычитаешь получается где-то 1900 190 не бог весь тут не расстроишься ну это будет новый дом но это потом тебе начислят налоги на него большие лучше заставить поменять надо будет на улице это все тоже скажут делай вот это все заново это тоже денег стоит в общем ладно друзья посмотрели и пошли